Для этого нам нужно создать сначала секцию и выбрать две колонки. Почему? Потому что в одной колонке будет персонаж, а в другой колонке информация. То есть, как я показывал, как на моем сайте. Поэтому выбираем две колонки. На двух колонках при наведении мыши мы видим вот здесь вот плюсик и здесь плюсик. То есть, зеленый плюс, видите, это add new row добавляет еще одну секцию. И здесь есть у каждой секции, видите, свои возможности, свои настройки. То есть, вот здесь вот есть, здесь есть, вот здесь вот есть. Изначально задний план, давайте зальем какую-то картинку. У меня это маленькая картинка, некий паттерн. То есть, чтобы залить, вот сюда заходим в шестереночку, стили, background, то есть задний план. И ниже вот здесь вот мы можем выбрать картинку. Кликаем, попадаем в Media Manager. И с компьютера нам нужно загрузить готовую картинку. Нажимаем на кнопку Upload и кликаем сюда. Открывается окно выбора картинки с компьютера. С компьютера я выбираю паттерн. Это маленькая картиночка 300 на 300 пикселей для заднего плана. Нажимаем Done, то есть готово. Вот она у нас загружена. Два раза левой кнопкой мыши по ней кликаем. Она у нас здесь показывается. Сейчас мы видим, что она сзади заливает, по сути, всю секцию. Size, размер, color мы выбираем Fit. То есть, картинка представляется в своем родном размере. И нам надо ее замостить, чтобы она повторялась по AX и Y. То есть, вот он, репли повторять. Стоит No Reply. Выбираем здесь Повторять. И она у нас помещается, видите, по всей ширине. Далее, если мы с вами кликнем по вкладке Background, вкладка сворачивается. И у нас есть еще ряд вкладок. Кликаем вот по первой вкладке здесь. Здесь есть важные настройки отступов. Падинг это внутренний отступ. По умолчанию 80 пикселей. Это у нас сверху. Если поставим 0, видим, что здесь все уменьшается. Давайте поставим пока 150 сверху. И снизу отступ. Отступ Button тоже 100. 150. На этом уровне пока нажмем Apply. Применить. И кнопку Save сохранить. Если на этом уровне с вами обновим страницу, пока видим вот такую плашечку, загруженную в шаблоне. Теперь, если мы посмотрим на мой сайт, то есть мы пока меню с вами не трогаем. Давайте загрузим вот фотографию. То есть это я и информация обо мне. И задний план, он немножко осветлен. Соответственно, здесь у нас две, так сказать, секции разделенные. Вот здесь по плюсу кликаем. И еще мы с вами не смотрели. У нас тут доступные плагины. Сейчас нам нужен плагин изображения. Вот он, Images и Icons. Выбираем его. Кликаем вот по этой миниатюре. То есть здесь можем удалить тестовое изображение. Кликаем загрузить. И с компьютера я загружаю свое изображение. Нахожу свое изображение. То есть у меня подготовленное изображение на прозрачном фоне. Нажимаю на кнопку Done. Два раза левой кнопкой мыши кликаем по изображению. Видимо, оно у нас здесь помещается. Сразу же можете задать Alt Text. Это для SEO. Я напишу Школа Федора Васильева. Дальше. Responsive, адаптивность включена. Да или нет? Естественно, да. Есть еще links. Ваш сайт. Можно повесить ссылку. Нажимаем Apply. Нажимаем Save. Посмотрим на сайте. Картинка помещается. При наведении на картинку пальчик. Если я кликаю, меня перебрасывает на мой сайт. То есть если это нужно, можно повесить ссылочку. Итак, картинка должна прилегать к нижней границе секции. Поэтому я опять захожу в настройки. Ставил. И снизу ставлю 0. Нажимаю Apply. Так, если у вас вот такой зазар, как он у меня, то можно посмотреть в общих настройках всей секции. Здесь вот этот параметр Fit to Screen. Если я делаю, Apply. Картинка примыкает к нижней границе секции. Ну, везде отступы у меня по нулям, поэтому там отступа быть не должно. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...